МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня разработано множество лекарств, которые могут облегчить состояние больного при разных недугах. Но помимо медикаментозной существует своего рода терапия духа. Это общение, спорт, искусство, забота о тех, кто слабее. Да и вообще, любое дело, которое позволяет поверить в собственные силы, обладает целительным свойством. Театр – это одна из форм, помогающая людям серьезными диагнозами адаптироваться в мире. В Самаре и других городах губернии такие театры есть. И они ставят спектакли не только для узкого круга своих близких и знакомых, но и выезжают на фестивали регионального и даже всероссийского масштаба. Один из них, православный, прошел осенью 2018 года в Духовно-просветительском центре Кириллица. Мероприятие состоялось в рамках грантового проекта, победившего в конкурсе социальных и культурных инициатив одной из крупных компаний нефтеперерабатывающей отрасли. Мы решили провести этот фестиваль и собрать лучшие театры, которые показывают много представлений, работают с детьми, работают в детских центрах. И своим примером мотивируют людей к хорошим поступкам, к каким-то шагам, которые направлены на самосовершенствование в своей жизни, мира вокруг себя. Спектакли для этого фестиваля были выбраны такие, чтобы там именно высвечивались общечеловеческие ценности, которые присущи православию, ну и, в общем-то, присущи любой религии. Но это явление не настолько распространенное, но уже доказано, и наукой доказано, что арт-терапия, она помогает улучшить здоровье. А ну, милочка! В фестивале приняли участие четыре театра. Первым выступил Острей из Новокуйбышевска. Этот коллектив был создан 11 лет назад по вдохновению родителей, которые решили своих ребят с особенностями развития чем-то полезным заинтересовать, увлечь. Мы заметили, что им очень нравится проигрывать некие роли. И, кроме того, во время того, когда они играют, вот как малые дети, да, они же через игру познают жизнь, так и наши ребята. Мы заметили, что очень многое они стали брать из этой игры. Когда мы проигрываем некую роль какую-то, они потом перенимают ее настроение, поведенческие нормы какие-то. И так зародилась идея делать под них специально маленькие, небольшие миниатюры сценические. Впоследствии я даже роли писала уже с учетом под каждого ребенка, для того, чтобы его, скажем таки, особенности неправильные в жизни становились изюминкой на сцене. Театр разрастался. Сейчас в нем 25 участников, от 13 до 40 лет, потому что самые его первые артисты выросли, но продолжают играть. Мы занимаемся именно детьми, занимаемся тем, что нам нравится, тем, что нравится им. Мы в постановке ставим о том, что волнует всех людей. О добре и зле, о наших насущных проблемах. Нас приглашают и в реабилитационные центры, нас приглашают, и в психиатрическую больницу. Мы были в детские дома ездим, в пансионат для тяжелых детей, инвалидов уже дважды были у них тоже. Но, конечно, стараемся подбирать репертуар по уровню, чтобы наш приезд был не просто, ну, приехали, выступили и уехали, а чтобы он действительно остался полезен для ребят, для взрослых людей, которые задумываются о жизни или что-то у них в жизни не совсем сосложилось. И хотя до сих пор театр не стал ни юридическим, ни муниципальным лицом, оставшись родительским сообществом, он успешен и известен далеко за пределами маленького городка, являясь финалистом всероссийских премий, лауреатом международного фестиваля и множества областных. А с Треем покорены большие сцены не только Самары. Например, после спектакля «Ежу понятно» один из столичных залов аплодировал стоя. Как раз эту постановку Астрей представил и на Самарском фестивале. Пора отсюда навалить. Здесь больше нечего ловить. Такая грязь кругом, разруха. Да ты во всем права, сеструха. Хоть из берлоги не вылазь, в лесу кругом и вонь, и грязь. Да, разрухусь кругом подлоды, так знать бы всех, как он в болото. О, господин Медведь, я к вам. Прошу вас, помогите нам. За норку поднятый налог супруг мой оплатить не смог. На трех работах спину гнет, все до копейки в дом несет. Концы едва с концами сводим. Ведь труд простой сейчас, не в моде. Платить не очень-то хотят, а у меня ведь семь зайчат. Ну и куда ж ты их плодила? Нам бедноту тут разводила. Этот спектакль о сегодняшней жизни. На сцене мы видим лесных обитателей и это проекция на современное общество, в котором забыли о том, что такое душа, о смысле своего существования на земле. Я бы помогла в лесу убраться, но мне бы с норкой разобраться. Им деньги некуда девать, пусть платят, будем убирать. Беда, беда пришла в наш дом, печется каждый о своем. Одни зазнались, зажрались, от родины уж отреклись. Другие в гневе от бессилия, обиды, страхи за детей, проклятия шлют в судьбе своей. А стоит помнить нам о том, земля — единый общий дом. Что детям мы своим даем? Как будут внуки жить потом? Ежу понятно, ведь, друзья, так дальше больше жить нельзя. Все бумерангом к вам вернется, аукнется и отзовется. Не поздно все остановить, подумать и добро творить. Порядок навести кругом, чтобы был прекрасным общий дом. А общий дом — наш лес, планета. И все в ответе мы за это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дружить и в мире жить приятно. Ведь это и еду приятно! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Волшебную историю «Случай с ангелом» Ольги Зверливой зрители увидели в исполнении актеров арт-студии «Душа», что организовано при Самарском реабилитационном центре для инвалидов по психическим заболеваниям здоровья. И пожелание чего-нибудь, на какой шли коров. Время находит. Ни у кого нет чего-нибудь, никому ничего не надо. У меня есть. Она загадывает, загадывает поскорее. Аркель, Аркель, уйди на небо. Улетел! Нормально, птичка! Уставший ангел шел по белым облакам. Опущены крыла и в кровь разбиты ноги. Отдав свои все силы праведным делам, врат небесных задержался на пороге. И можно ли советовать открыть окно, когда на семь замков захлопнуты все двери. Но будет новый день. И снова два крыла протянутся для страждущих, больных и бедных. И будет ангел, зло сжигать для нас доклад. Воин светлой человеческой надежды. Театру 11 лет. В прошлом году исполнилось 10-летний юбилей. В театре стабильный коллектив, около 15 человек. Очень часто нашим клиентам не хватает общения, не хватает какой-то социализации, не хватает внимания, самореализации. И когда они приходят в театр, они с помощью театрального действия самореализуются. Они по-другому себя чувствуют. Они проигрывают какие-то такие сцены театральные и примеряют их на жизнь. Поэтому для них это очень важно. То есть они могут уже как-то концентрироваться, ориентироваться в нашей обычной жизни. Потому что для многих очень сложно даже выйти из дома. Стараемся принимать участие в фестивале. Раз в три года ездим в город Москву. На такой фестиваль, так называемый, про-театр. Где именно проводится вот этот фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. И принимаем участие в мастер-классах. Это международный фестиваль. И вот если у нас в Самаре дойдет до такого уровня, это будет очень здорово. Зрители фестиваля увидели эту же историю с Ангелом, но уже в интерпретации Анны Виллинс и в исполнении студии «Мирок», которым она руководит. Этот театр был образован в 2014 году сначала как коллектив родителей особенных детей с целью отвлечься от проблем. Затем он стал инклюзивным, то есть смешанным, где ребята с заболеваниями тоже смогли принимать участие. И, по сути, семейным. Кастинга у нас никакого нет. И пропуском в театр является желание творить, подумывать и пробовать себя в роли актера. Мы всегда рады новым людям. Вот недавно, например, мы влились в проект совместный с Новокургским музеем «Живые картины». Вот мы ездим в детские дома и показываем, ну, как пропаганда искусства через синтетическое, скажем так, искусство, театр и живопись. В общем, интересно было поработать. Он еще не завершен, мы продолжаем работать в нем. Мы всегда открыты к сотрудничеству. Готовы показать себя где угодно. И кому угодно. Даже под открытым небом бывало выступали. Так что, в общем, мы народный театр, можно сказать. Театр «Счастливый случай» был создан как группа арт-реабилитации при Самарской психиатрической больнице. Сегодня это многократный победитель всероссийских и международных театральных фестивалей. Режиссер, заслуженный артист России Олег Белов. Кстати, название «Счастливый случай» было выбрано не случайно. Олег Белов пережил инсульт, но искусство вернуло его к жизни. Он снова в театре. И этот пример вдохновляет людей, знакомых с ним, бороться с недугом. На православном фестивале коллектив представил один из пяти рассказов спектакля «Сельские жители», поставленного по мотивам произведения Василия Шукшина. «Счастливый случай» «Бедная я, бедная! Копила я эти денежки, копила! Сыночку сладкого не покупала! Все на шоку откладывала! Чей ты, как голый зад при Луне светишься! Да вот ты понимаешь, такое дело! За ударный труд дали на работе! Привет! Что это? Да что же это? Прибор научный. Зачем? Микроскоп называть. Как, 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 зачем? Ну, ну, будем разглядывать. Ой, не могли уж нам другой присудить, а то микроскоп. Свихнет теперь мужик, ночи не спит. Кому присудили? Ну, премию-то вам давали. Какую премию? Где? Выдадут они премию, да куда-то еще раскуйдадут. Я в прошлой месяце раз 130 процентов нарядом не закрывал. И что? Андрею вот выдали за ударную работу. Ты чего? Я пришел помогать людям, и поэтому я должен только под консультацией врачей, что помогает, чтобы не навредить. Я говорю, какой репертуар? Они мне говорят, Олег, как можно больше позитива, юмора. Она говорит, поймите, негатива им и здесь хватает. Вот. И что-то такое, чтобы они могли себя с чем-то олицетворить. То есть, если мужчина, то герой, красивый. Если девушка, то леди. Вот. И вот поэтому этим толкается наш выбор репертуара. Первый у нас был граф Нулин, когда мы, я взял из театра Камзолы, мальчик в Камзоле 19-го века, 18-го века, таком девочка в платье, вот, кстати, которая сегодня играла жену, вот, она в платье вот в этом красивом, с кринолином совсем. И они, когда вышли в Москве, они на фестиваль приехали, там беззрительный зал так, аааааа! Они красавцы вышли. Во-первых, они сами, как они себя ощущали. Вот. И поэтому, естественно, мы выбрали репертуар. И плюс еще, почему мы взяли Шукшина и рассказы? Потому что мы столкнулись с проблемой, что люди выписываются И из спектакля, естественно, вылетают люди А вводить – это работа не мгновенная и ни одного дня У меня нет никакого выбора по тому, кто лучше У меня вот сколько есть, на тех и делаем И нет такого, что ты лучше, ты будешь играть это Вот типаж, вот Гена у нас, взрослый, большой, ты будешь муж Настя у нас такая крупная, симпатичная, все, ты будешь мама Вот, поэтому только от этого отталкиваюсь Рассказал Олег Константинович о новом спектакле Новый спектакль поэтический, глаголом «жжем сердца людей» По стихам наших ребят, пациентов, по трем авторам Мы сделали такую композицию с спектаклем Даже не это не композиция, это спектакль полноценный Из трех блоков – времена года, философский блок «Крылья» И блок «Любимый город» Театр, где на одной сцене играет и медперсонал, и волонтеры, и пациенты А спектакли с нетерпением ждут зрители, живущие по ту сторону больничных стен Это не просто реабилитация Это целая жизнь, яркая, полноценная И даже может быть более красочная, чем у большинства обычных, без особенностей людей Приходите вообще к нам, у нас замечательное помещение прямо в больнице Михаил Соломонович, как он нам сделал зал Поэтому мы имеем возможность теперь делать декорацию Мы меняем задники, и все, у нас все другое Плюс, вот это все, что вы видели Это мебель, сделанная там же в больнице, у них столярка То есть, мы говорим, нам нужны лавочки Все, нам тут же столяр сделал лавочки, табуретки, понимаете То есть, у нас плюс костюмы Швейный цех у них там, они шьют У них трудотерапия, они шьют Мы им заказываем там Ребят, нам нужны рубахи вот такие вот для там медведя Мы делали вот такие косоворотки Они нам нашили рубахи, штаны такие шаровары Поэтому, я говорю, у нас практически производство У нас, я вам хочу сказать, кто хоть один раз приходит Они потом начинают на все спектакли наши ходить Они говорят, ребят, звоните, зовите Мы дружим, я вам хочу сказать, знаете, с кем? Вот никак в жизни не поверите С плановым институтом, представляете С золотой молодежью, уж настолько циничными Эти люди на каждый наш спектакль приходят Они пересмотрели и постоянно звонят и говорят Олег, что у вас новенького появилось? Вручены подарки, стихли аплодисменты и закрылся занавес Фестиваль закончился, но он, несомненно, остался в памяти всех его участников Ведь зрителям подобные мероприятия дают глубокое осмысление того Что никто в этой жизни не ограничен даже в такой тонкой сфере, как искусство А для артистов становится вовсе не важно стать другими Принимая свою особенность как данность, они развиваются сами И дарят другим радость творчества, надежду И в этом их главная роль Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова